Рисотяги, утречка. На связи Крикерос. Я, как и обещал, добрался до ролика про ксенотипы из нового дополнения Биотек. Моей целью было создать настолько сильных ксенолюдей, насколько это было возможно. Поэтому сегодня я покажу вам пару необычных фишек с редактором ксенотипов. Заострю внимание на имбовых генах, а также сделаю обзор на всех своих четырех новеньких пешках. Циферки у них в этом плане просто запредельны. Такого вы явно еще не видели. Так что давайте ближе к делу. Ну и раз уж я упомянул цифры, то цены на Римку все-таки решили поднять. По крайней мере региональные. Поэтому сайт GGSL предлагает приобрести Римворлд у них. На данной торговой площадке стимовский аккаунт со всеми тремя дополнениями Ройалти, Идеологии и Биотек будут стоить около 200 рублей, что будет в 12 раз дешевле, нежели чем брать в стиме. Фишка сайта в том, что вы платите ему, а не продавцам напрямую. Таким образом момент со скамом отпадает. Также отличная система поддержки. Именно она сможет помочь вам при любых возникших вопросах и недоразумениях. Ссылку я оставлю в описании, ведь на стим-версии играть гораздо удобнее и приятнее. На сайте сам пару раз покупал разнообразные игрухи, поэтому знаю о чем говорю. Для того, чтобы все проверить, я использовал мод Charged Redditor. С ним невероятно просто можно просматривать стоимость колониста после выдачи каких-либо черт, генов или навыков. Если вы смотрели видео обзор черт характера, то уже знаете, что некоторые из них могут опустить стоимость пешки. По мелочи я бы выделил хлюпика или грубость, что режут стоимость на 15%. Пиромания или противный голос, что режут стоимость на 20%. А также все черты, что изменяют параметр красоты. Каждая единица красоты изменяет ценность пешки на целых 20%. А также изменяет отношение окружающих на 20 единиц. Из минусов, да, вы не сможете сразу же создавать пары, а как следствие выходить в детей и плодить ваши имбовые ксенотипы. Но с другой стороны, это ведь можно делать и без согласия. А? 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 Нормально? Ну как оно там оказалось? Теряем, как вы поняли, отношение. Минус это несущественный. Потому что вы можете просто построить базу и создать хорошие условия для жизни. По итогу, введу я к чему. При использовании гена, стоимость колониста можно снизить на 40%, а вместе с чертой на целых 80%. Таким образом, ранняя игра обещает быть очень легкой. Чего, собственно, можно будет сказать и про позднюю. Так как все остальные гены, в отличие от тех же самых протезов, не завышают стоимость колонистов. Чем-то схожая механика с дриадами, которые при спавне тоже не имеют стоимости. Таким образом, используя гены либо дриад, вы чисто технически стоите на месте по игровым меркам. Хотя на самом деле, очень сильно повышаете мощь своего поселения. Если же тут есть те, кто в принципе не знают, как работает система генов, то о вас я тоже подумал. Держите мини-гайд. Для начала, мы должны найти какие-то гены. Купить их, либо отсканировать и забрать себе. Далее нам нужна библиотека генов, где все эти гены будут храниться. Из них мы можем сформировать свой собственный набор и вживить его пешке через операцию. Все просто, пробуйте. Будем считать затравочку пройденной. Так что давайте разбирать основную имбу на примере моих ксенотипов. Всего я создал 4 ксена человека, которые будут идеально подходить под любые условия игры. Для всех, кто будет писать в комментариях, что эта штука ломает игру, дисбалансные и прочее, скажу. В первую очередь, все они создаются для выживания на стриме с донат-авентами. Так, ну окей, начинается жесткий майндгейм. Меха-некромантия, это имба. Крекс, победу на тебя. Спасибо, 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 спасибо. А также для выполнения нереальных челленджей. Учитывайте это. Выжить при минус 200 градусах, или под рейдом Х4, или под вечными токсичными осадками не так-то уж и просто. По моим подсчетам, для успешного, а главное быстрого прохождения нам нужно будет всего 3-4 колониста. Исследователь, добытчик, а также ремесленник. Проще говоря, те, кто смогут исследовать корабль, то есть исследователь, добудут для него ресурсов, то есть добытчик. А также те, кто его построит, то есть ремесленник. Для тех, кто любит племя, а также подготовил ксенотип стрелка. Защиты лишней никогда не будет. А также второй исследователь на племени, это необходимость. Так, ну а теперь всем еще раз доброе утро. Пришло время обозревать все эти ксенотипы. Хотя так будет даже лучше. Так, ну окей. Честно говоря, я очень долго сидел и не знал, как начать ролик, да? Потому что генов очень много. И знаете, когда ты напишешь это на бумаге, тебе классно, но я так не умею. Я себе написал памятку. Я не умею рисовать, но мне будет так проще. Короче, мы пройдемся сегодня по всем негативным условиям, которые только могут встретить нас в игре. После чего под каждый ксенотип мы будем выделять что-то особенное. Для начала мы разберем некоторую основу. И как есть в моем манускрипте, да? Который на самом деле ни в коем разе не хлопушка. Суть в чем? Мы должны противостоять абсолютно всему. Первое, что у меня здесь записано, это болезни. От болезней нас спасает превосходный иммунитет. Эта штука довольно имбовая, потому что дает 150% качества лечения. А ты реально... Ну, плаке, не лечению, к иммунитету. Иммунитет штука реально довольно сильная. Вам хватит абсолютно любого медика, который вас залечит даже без медикаментов. Идем дальше. Дальше у меня записана какая-то... Я не знаю, что это. Какая-то либо башенка, либо... Дальше у меня, скорее всего, идет крепость и моментальное заживление ран. Плюс еще рядом вот эти вот какие-то камушки нарисованы. Это, скорее всего, экстремально свертываемость крови. Это все, что касаемо боевых частей. Даже, я, наверное, выделил бы защиту от огня, вот на снизу, к этой четверке. Боевая система тоже считается внешним фактором, потому что один фиг враги приходят извне. Задумка в чем? Минимальное заживление ран, которое на самом деле моментально, лечит вас в 4 раза быстрее. Колонисты не валяются на кроватях, а это здорово. Чтобы колонисты не валялись на кровати, в принципе, идет экстремальная свертываемость крови, которая заживляет все раны после их получения. Любая кровоточащая рана и колонисты мгновенно ее залечивают. Причем, после чего идет крепость. Крепость просто уменьшает получаемый урон на 25%, как, например, черта живучести, которая уменьшает урон на 50%. В принципе, сочетание живучести и крепости кажется имбовым. По крайней мере, это гарантирует вам то, что вас не шотнет. Ну, например, выходишь на улицу, идешь-идешь, а там жнец. Ой, улан. И он такой, оп, оп, и тебя, и все, и ты умер. А если у вас будет крепость и живучесть, то так не будет. Что я еще говорил? Огнестойкость. Точно, вас могут поджечь. С этим не смогут. Огнестойкость уменьшает воспламеняемость до 10%. Соответственно, пешка не горит. А если пешка не горит, она не бегает, как неадекватная по всей карте, и не собирает пули со всех противников. А это что? Я... Ой, еще рука вся запачкал мелом. Это получается психочувствительность. Психочувствительность — это психическая глухота. Возможно, может показаться, что это всего лишь байт на сбор метаболизма, но на самом деле это не так, потому что глухота, она нивелирует гул. Гул, например, с псих-корабля, гораздо более неприятная вещь, нежели чем изредка встречающийся психический излучатель, или же, например, умиротворение. Потому что умиротворение пройдет, психический излучатель, который в ауре дает настроение, еще и найти надо. А вот, например, корабль, который упадет вместе с механоидами, вот это уже штука неприятная, ибо механоидов убить получается не всегда. Не всегда и не сразу. А колонисты за это время спокойно успевают сойти с ума, разломать полбазы, а вам потом нужно будет с этим что-то делать. Дальше у меня идет какой-то непонятный смайлик. Да, что это? Какой-то угрюмый. Конечно, ладно. Смайлик, это, скорее всего, очень счастливая черта. Вот, видишь, очень красивый, очень счастливый. Очень счастливая штука дает плюс 10 к настроению. В принципе, это довольно много. Это как от сангвиника примерно. Если у вас есть плюс 10 к настроению, то ваши колонисты не сходят с ума. Как вот мой хромакей, который немного вылазит за кадр. Потом меня... А вот тут я даже сам не разберусь. А, точно, разберусь. Это же я рисовал только что. Это по температурам. Во-первых, нам нужна устойчивость ко всем негативным условиям. Негативные условия это что? Например, вы поселились в леднике. С другой стороны, нафига вам ледник, если вы и так выбираете себе имбовые ксенотипы. Напустим, допустим, вы поселились в умеренном лесу. Поселившись в умеренном лесу, вы испытываете только лишь холода, то есть заморозки, либо жару. Минус 20 и плюс 20 позволяют вам жить при заморозках и при жаре. Если какие же это негативные условия все-таки вас постигнут, а такое может быть, то также есть меховая шкура, которая дает еще минус 10, и пушистый хвост, который тоже дает минус 10. Таким образом, минус 40 к температуре и плюс 20 к температуре. Ваш колонист может жить без одежды. Играйте за нудистов, проблем не возникли. У меня дальше какой-то дождик. Тучка с дождиком. Это что? Это, скорее всего, частичная защита от токсинов. Почему частичная? Ну, потому что вряд ли вам она нужна будет полная. Полная защита от токсинов, это, конечно, здорово. Но в каких ситуациях ваши колонисты довольно долго страдают от токсинов? Только лишь в тех, когда вы сами нагадили на планету, и у вас возникают токсичные осадки. Или какая-то токсичная среда. Причем это, ну, это вы сделали, да? Это ваши проблемы, занимайтесь ними сами. Мы сейчас же говорим про токсичный дождь. Токсичный дождь в лучшем случае срабатывает раз в полгода, ну и идет где-то дней, да не 10, да? За 10 дней вам хватит 50%, потому что большую часть времени колонисты будут сидеть на базе. А то время, которое они будут выходить на улицу, ну, постарайтесь, конечно, его снизить. Но, тем не менее, 50% будет более чем достаточно. У меня закончилось все, что здесь было. Надо будет нарисовать что-то новое. Защита от внешних условий полностью закрыта. В принципе, все, что можно было выбрать отсюда для защиты от каких-то внешних условий, я взял. По крайней мере, я думаю, что вам этого более чем будет достаточно. Тем не менее, мы еще пытаемся уложиться в метаболическую эффективность. Поскольку основа МБ это всего лишь основа, тут цифры, конечно, заломаны, но, тем не менее, какие есть, такие есть. Так что, буквально пара секунд, какая-то супер монтажная склейка, и мы вернемся к более другим категориям. Наверное, да? Я не знаю, как получилось это на монтаже, но мне кажется ужасным. Следующая категория это работа. Работа, на самом деле, не полностью взята с основы, потому что, скорее, работа дальше пойдет уже по каким-то конкретным ксенотипам, но, тем не менее. Первое, что я нарисовал, это знаки Z, которые перечеркнуты. А это что? Это режим без сна. Если колонист не спит, или спит очень мало, то он работает гораздо больше. А если он гораздо больше работает, то это подходит под категорию работы. Потом я нарисовал очень классную руку. Нет, я не свою обводил. И хвост. Хвост и рука это удлиненные пальцы и гладкий хвост, которые в совокупности увеличивают работу на 15%, что тоже довольно-таки неплохо. Ну и финальная тема, это два сердечка, которые на самом деле не так, что прям идут под работу, но на самом деле довольно имбовый абуз. Причем абуз, прикинь. Смотри, что тут есть. Внизу есть категория потребностей. Ты, наверное, сюда не заглядывал, потому что, а нафига она тебе нужна? Да, взять невосприимчивость с гоу-соку и пить его, в принципе, звучит неплохо. А зачем брать потребность? Потребность нужно брать только лишь для того, чтобы она дала тебе бонусы. Во-первых, она дает тебе метаболическую эффективность, чтобы все это дело балансировать. Но задумка не в этом. Как только мы берем себе данный ксенотип, мы получаем две зависимости, гоу-соковую и бодриновую. Ко всему при этом, на старте колонии, мы получаем 6 гоу-сока и 6 бодрина в виде стартового имущества. Ну ты понял, да? То есть, если мы выдадим абсолютно каждому колонисту вот эти зависимости, то, по сути, со старта мы будем иметь уже 18 гоу-сока и 18 бодрина. Если мы стартанем на племени, то около 30. То есть, таким образом, при нелегкой математике мы можем понять, что со старта иметь 6 бодрина и 6 гоу-сока вполне неплохо. Потому что ранний старт, довольно быстрый, позволяет нам купить этот бодрин или купить этот гоу-сок. Это несложно. Поэтому, в любом случае, ты найдешь тот бодрин и гоу-сок. Причем, касаемо зависимости, я также могу отметить, что это не Люциферий. Если мы учитываем Люциферий, то Люциферий как бы убивает через 5-6 дней. Тут же, через 5 дней, колонисты просто начнут испытывать дискомфорт. Дискомфорт мы, как вы уже помните, нибелировали чертой на очень счастливого колониста. Дальше, через 30 дней они впадут в кому. Но 30 дней, камон, это много. Через 60 дней они умрут. 30, 60, 60 дней на то, чтобы найти бодрин. Одну штучку. Либо одну штучку гоу-сока. Серьезно? Это довольно много. Ну и последнее, что я бы разобрал, это уже конкретно все мои основы на конкретных примерах. Например, у нас будет 4 основы. Исследователь, стрелок, ремесленник и добыватель. Если мы будем говорить про исследователя, то что у него отличается, да? Что у него есть новенького? Например, доброта. Какие-то части вроде я просто закидывал, потому что я мог себе это позволить. Доброта черта довольно классная. Если колонист имеет доброту, он может говорить людям добрые слова, и люди радуются с этого. Это очень здорово. Это поднимает настроение. А также колонисты взаимодействуют друг с другом. Если идти дальше, то я выдал им черту бесплодного. Вопрос, стоило ли это выдавать, я не уверен. Если колонистов вы будете разводить как детей, в прямом смысле этого слова, на детей, получать от них детей, в принципе забирать и как-то плодить, то может быть эту черту стоит убрать. А если же нет, ну оставьте ее, почему бы и нет. Я выдаю черту неприятного, которая дает минус 2 красоте. Во-первых, это метаболическая эффективность. Это баланс, это балансировка. Ну и плюс, от красоты мы получаем минус стоимости, я об этом уже говорил. Большая нестабильность клеток. На удивление, плюс 4 метаболической эффективности за буквально сущие копейки. Окей, колонисты живут 60% от максимума. Окей, у колонистов 500% фактор заболевания раком. Окей. Быть может на долгих колониях это не очень приятно, но если мы говорим про какие-то быстрые, либо спидранерские, либо челленджевые, либо что-то в этом роде, то штука довольно вкусная. Ну, скорость выработки иммунитета 92%. Это... Серьезно, у нас есть ему на 150. Вообще без проблем. Касаемо того, что это у нас исследователь, мы берем шкуру, чтобы иметь себе комфортную температуру. А вот хвост уже мы выбираем, либо гладкий, либо меховой. По сути, поскольку этот колонист будет стоять все время за станком дома, то ему нужен рабочий хвост, пускай работает. Да, меня так же не озвучил, но мы еще можем играться с навыками. Задумка у них очень простая. Либо ты навык повышаешь, либо ты опускаешь его в минус. Мы берем только лишь то, что пригодится той или иной пешке. Конкретно исследователю я выделяю дальний бой, потому что дальний бой это всегда круто. Колонисты, которые умеют постоять за себя, это всегда хорошо. А вот все остальное я у него ставлю в полный минус. За исключением, поскольку это исследователь, что ему нужно? Умственный труд, чтобы исследовать. Медицина, чтобы лечить. Ну, и так же общение. Просто, окей, по моей задумке у меня нету того, кто будет общаться. А если у меня нет того, кто будет общаться, то, окей. Я не смогу себе вербовать никого. Я не смогу никого обращать в свою идеологию. Я не смогу торговаться, что самое главное. Поэтому хотя бы один колонист должен обладать общением. И исследователь идеально к этому подходит. Следующим на очереди будет ремесленник. Не скажем, что то что-то глобально поменялось. Но важно отметить, что у ремесленника не должно быть психической глухоты. Психическая глухота нужна для того, чтобы нивелировать эффект гула. Ремесленнику же на это есть важные причины. Он может стать механитором. Он их будет быстро крафтить, быстро лечить, быстро создавать. Поэтому ему нужна психическая устойчивость. И не более. Все никому он не станет. Но, тем не менее, механитор из него будет отличный. В плане навыков все по той же схеме. Он будет хорош в искусстве, потому что хороший искусствовед это здорово. Если мы говорим про роль, то смотри, в чем тут задумка. Мы можем выдать нашему ремесленнику роль, которая увеличивает качество предмета на один. Если мы будем создавать что-то в виде искусства, то эта штука тоже подпадает под качество. Мы можем создавать оружие хорошего качества, одежду, а также искусство. Идем дальше. Добыватель. Добыватель должен делать все, что не могут другие. Во-первых, поскольку он будет на улице, он должен уметь постоять за себя. То есть защита. Ну, дальний бой, да? Также горное дело и растеневодство. Все. Остальное нам не нужно. Максимум можно взять медицину, потому что он часто бегает, может словить какую-то пулю или что-то в этом роде. Если нужно будет быстро залечиться, то почему бы ему не залечиться? Лечение тоже вполне неплохо. Так, ну и последним, кого мы будем сегодня обозревать, это стрелок. Для него я тоже какую-то гадость нарисовал. Смотри, в чем у него задумка. Он немного не похож на остальных, поэтому тут, да. Во-первых, активная способность. Боевой клич животных. В чем ее прикол? С нею можно агрить осаду. Для чего-то боли она вообще не способна. Она бесполезна. Ибо раз в 15 дней вы можете стриггерить случайное животное, дать ему дружественную ярость, которая будет направлена только на ваших противников. Штука эта очень ситуативная, поэтому вам она вообще не нужна. Триггерить осаду идеально, но не более. У него есть уменьшенная боль. Да? Где она? Вот. Уменьшенная боль. Боль в 50%. Из-за нее колонист, да, с одной стороны он может упасть и не встать. Но с другой стороны, он гораздо дольше будет стоять на ногах. И чтобы, знаете, нивелировать какие-то серьезные нервные срывы по типу неистовства или чего-то подобного, мы берем себе спокойствие. Колонист не будет агрессивно срываться. Таким образом, ваш воин, который, ну чисто теоретически, может обладать, там, не знаю, какими-нибудь скрытыми шипами, ядовитыми глыками или чем-то подобным, просто будет белым и пушистым. Который не будет трогать ваших колонистов или кого-либо еще. В нервном срыве. Вне нервного срыва он будет трогать всех подряд. Дальше у него будет ночное зрение. Ночное зрение. Глазик. Штука эта очень полезная. Банально знаете почему? Вы, я думаю, видели эффект. Да, ну, в темноте колонисты стреляют хуже, работают хуже. А что самое главное, бегают хуже. Если у вашего колониста будет ночное зрение, в темноте он будет бегать гораздо быстрее, нежели чем ваши противники. До кучи, кстати, я поскольку человек любящий это делает все на ходу, можно колонисту добавить очень быстрый бег. Если вы не боитесь голода. Очень быстрый бег в сочетании с ночным зрением, в принципе, даст неплохой бонус вашему колонисту. Поскольку бегать он будет гораздо быстрее, кайтить жуков или кого-то еще. Здорово, офигенно. Ну и последнее, это неудержимость. Да, неудержимость. Если у вашего колониста будут окружать жуки, либо настигнут пираты, то при помощи неудержимости под градом ударов он сможет просто выбежать и убежать. Ну, поскольку мы имеем очень быстрый бег или какое-нибудь ночное зрение, штука прям вообще незаменимая. Ну и, собственно, касаемо этого колониста, думаю, все. У него также есть полностью защита от токсинов. Не знаю, насколько это прям нужная вещь для него. Возможно, он будет чаще бегать под токсинами, таскать какие-то ресурсы или что-то в этом роде. В плане навыков же у него есть, разумеется, дальний бой, медицина какая-никакая и общение. Ну, я говорил, что мне нету того, кто будет являться торгашом, поэтому хотя бы ему стоит выдать общение. Поскольку он бегает быстро, сможет быстро бегать и торговаться вполне неплохо. Почему он ужасен в ближнем бою? Ну, в принципе, потому что он будет стрелять, а если он стреляет, он никого не подпускает к себе вплотную. И для этого ближний бой ему не нужен. Ну и, подводя какой-то итог, мы защищены от всех внешних условий, мы можем делать абсолютно все, что захотим. Наши колонисты идеальны, как и база. Подводя итог, не прибегая к каким-либо модам, придумать чего сильнее у меня просто не получилось. К моему удивлению, большинство генов не изменяет стоимость поселенца. А значит, мы почти ничего не теряем от обладания данными пешками, и это очень круто. По большей части траты в виде еды не особо заметны, так что бонусы все-таки преобладают. Скорость работы у них запредельная, так что они почти не спят и все время работают. Добытчик спокойно может обеспечить вас едой, причем не только трех колонистов, но и более. В плане боевой части можно выделить регенерацию и свертываемость крови, которая не позволяет им надолго оставаться в кровати, либо помирать от кровотечения. Все внешние условия тоже сводятся к нулю. Жара, холод, токсины, а также болезни. Все бесполезно из-за огромных бонусов, резистов и иммунитета. Если есть какие-то предложения или пожелания, то просто напишите это в комментариях. Чего думаете про возможность создания таких сильных колонистов? Помимо этого, скачать их можно у меня в Дискорд-канале. Там же вы сможете найти еще несколько необычных людей для добавления в ваш мир. Их там реально много, начиная от фэнтези темных эльфов и заканчивая кошкодевочками. Так что есть где разгуляться. Ну а на этом у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайк, если вам это понравилось. Пишите, какие еще интересные и сильные штуки вы знаете про DLC Биотек. А с вами как с тобой Крикерос, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. До связи!